Доброе утро, друзья! Добро пожаловать в новое видео! Мы проснулись в этой красоте, сегодня первую ночь, и сразу появилось новогоднее рождественское настроение. Сегодня в Германии отмечают первый адвент, это очень красивая традиция. Четыре воскресенья до Рождества, в каждое из воскресенья зажигается одна свеча. И с помощью такой красивой традиции можно приблизить к себе праздник и скрасить ожидания. Сегодня от садика пригласили нас, я так думаю, в церковь или в какое-то такое сообщество, не знаю, как это правильно называется. В общем, поедем, всё посмотрим и проведём первый адвент как-то необычно. Мирон уже зажёг свою ёлочку. Мы вчера недоукрашали эту ёлку, Мирон решил с этого начать утро. Давай вот это будет, да, сяся моя любимая с твоём. Давай. А папа вот это. Ну, мне вот это сильно понравилось. Смотри, какая она красивая тоже. Ну, давай. Ну, давай. Это моя, это папа Лена, а это твоя. Давай. Вот это моя ёлочка. Как видите, моя-моя сёстная ёлочка. Я им это. Сейчас поснуйся и почисты зубы, а папа ещё спит там. Ну, всё, пришло время, да, Мирон, открывать календари. Сначала папин. Нет, давай мой, мы же с моего всегда начинаем. Находи тройку. Вот, вот он. Да, всё верно. Потом усь мой. Позже. 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 Спасибо. Мне попался кондиционер для одежды, рисовое молоко и вишня. Очень вкусно пахнет. Давай. Достаем твой. И вон три. Ух ты. Какая-то формочка, Мирон. Чёрный цвет. Мирон, настоящий чёрный цвет. Ну, я думал, блестяшка мне может быть. Это шапка. Это шапка. Это не лапа, шапка. Давай, беста, я делюсь. Чё-то лёгкое. Какая-то печенька. Печенька, нифига себе. Вау, с печенькой. Нет бы две, сынок, да? Одна только. Вот такая. Спряталась. Вау. Наверное, здесь повезёт. На всех будет вкусняшка. Ух ты. И красивые коробочки такие, да? Вау. Это желатинки, что ли? Похоже, да, на какие-то желатинки. Ух ты. Желатинки ням-ням. Этого цвета. Хочешь одну попробовать? Только одну, ладно? А то мы ещё не завтракали. Вкусный сынок, да? Угу. Не как желатинка, а больше даже как мармелад. Угу. Ну, очень такая сочная. Много вкуса. Они тоже веганские, из натуральных ингредиентов, без глютена и не аллергичные. На завтрак у нас будет овсяный яблочный пирог. Я уже банан размяла толкушкой. Добавляю сюда растительное молоко, у меня овсяное. Добавляю растительное масло. Немножко корицы. Немножко мускатного ореха. Перемолола овсянку в блендере. Чайную ложку разрыхлителя. Щепотка соли. Добавлю немножко сиропа агавы. Теперь добавляю тесто в форму. Украсила пирог яблоками. Наш пирог готов. Мы готовы. Все готово. Мы уже с Мироном искупались в горяченькой ванне. Зажигаем первую свечу. И будем кушать наш вкусный завтрак. Мирон, осталось еще три воскресенья и Рождество. Мы добавили немножко взбитых сливок. Вот такой у нас получился пирог. Мирон нам сварил чай. Смотрите на нашего Мирончика. Он украшает дверь. Не может остановиться. У нас же сегодня еще мероприятие. Первый адвент от Мирона садика. Поедем прокатимся. Посмотрим, как это все выглядит. Нам интересно. На улице так холодно. Надеюсь, мы будем где-то внутри. Тут уже колокола звенят на всю улицу. В этом здании мы будем... Тут даже стол накрыт. Пойдем, Мирон. Там музыка уже играет. Здесь тоже напитки. Здесь тоже напитки. Этоopes да... Ну что смотри 춥али. У нас есть, вот и всех водорослях. Но открыты и upward. Автор-Прямо. мы вышли у нас прекрасная солнечная погодка послушали как детки песни поют ну и взрослые тоже я даже впервые увидела как в германии крестят детей там по моему два или три ребеночка покрестили музыка играла атмосфера очень приятная мне понравилось мирону конечно скучновато такие праздники посещать на такой волне мы решили прокатиться еще пойти фермерский двор там тоже сегодня первый advent празднуют здесь снег лежит мы приехали буквально наверно 5 километров тут уже снежок в церкви получили подарки деревянные звездочки на елку на них можно написать желание и оно обязательно сбудется фермера мы уже в какое-то нереальное место приехали по красоте вообще так живописно пахнет тут уже вкусно на парковке много машин мы не знаем куда идти сейчас найдем а перед нами вот такой вид там снежок ой какие хрюшки прикольные они такие рыженькие да а здесь хрюшки прижались друг дружки и спят в сене и здесь тоже у них тихий час мир он где никогда хрюшек не у них тихий час здесь целая куча машинок велосипедов для детей есть маленькие палатки жарятся сосиски такая посуда прикольная но она больше на весну ручной работы одна чашечка 20 евро ой голубая смотрите 36 евро друшлаг но он маленький кстати тут можно возле костра погреться смотрите как здорово и рядом лавочка ручные украшения тоже красивая всякая кафе здесь угощают пирогами здесь какая-то вкусняшка как раз веганская раз уже приехали решили покушать у меня веганский супчик видите чизкейк а у мирончика тоже какая-то вкусняшка у меня супчик из оранжевой чечевицы и такой вкусный хлебушек семечками здесь еще так уютно классная атмосфера мы взяли кезеброд называется попробовать думали что хлеб будет сыром принципе так и получили но вы думали какой-то свежий который здесь готовят мы сидим и такое чувство как будто мы просто у кого-то в гостях сидим так уютно как-то по-домашнему вон даже посуда бежит какую-то другую такую атмосферу поместились но здорово душевно сейчас она на серпе папа умеет пошутить мы решили попить горячий пунш мирончик сейчас тесто на палочку вот на такую намотает и будет на костре жарить так хорошо так вкусно так душевно классная идея просто тесто намотать на палку и жарить мне даже такое в голову никогда не приходило ну как вкусно еще надо жарить вот в такую зимнюю погодку где-то еще возле костра посидишь так что спасибо что мы сюда заглянули очень классное душевное место мирону так сильно понравилось тут сидеть возле костра что он пока все свое тесто не пожарил никуда не ушел и главное обычно он бегает куда-то торопится здесь он прям сидит и сидит вообще никуда не спешит оказывается огонь так плодотворно влияет уютный такой дворик хороший и людей немного и с детьми тут идеально проводить время и на животных они могут посмотреть и вот на всяких этих велосипедах покататься костер пожечь хлебушек поджарить классно интересно вот прям удалось поймать эту спокойную классную атмосферу семейную мы пошли хрюшки удачи не скучайте ведь и говорит как вкусно пахнет коровки такие пушистые красивые хочет потрогать корову папа твой да придумал только не убирай заранее тут телята отдельно еще сидят лежат увижу на ученом свежие здесь сток специально для того чтобы кормить коровок и телят ироны теперь отсюда не вытащить заходим мы домой смотрите кто у нас тут в гостях гномик и гринч на самом деле мы снимаем рилс решили попробовать классная идея потом покажу мы уже переоделись и поняли что для лучшего эффекта нам нужна темнота закрыли жалюзи но они некрасиво смотрятся на видео поэтому мы решили чуть попозже снимать когда по-настоящему стемнее сейчас будем отдыхать на ужин у нас будут бургеры я уже намазала булочку кетчупом помидор свежий огурец маринованный огурец персик здесь жарятся веганские котлетки наши домашние бургеры огромные необъятные готовы всегда проблема как их кушать они такие огромные все мы сняли рис еще один с этим гринчем и мирон гномик посмотрим потом как получилось так красиво что сразу творческая энергия пробуждается все мы легли отдохнуть мы смотрим звезды в африке нас прям затянуло один раз в неделю только идёт по воскресеньям папа походил вот сегодня друзья смотрите где мы оказались мы уже практически ложились спать и видите увидел в окно что идет снег у нас 9 час и вы решили насладиться вот этой сказкой зимней потому что это большая редкость здесь решили прогуляться до нашей новогодней рождественской елки сходить на площадь немножко там прогуляться хоть на полчасика вот просто походить в этой красоте и потом уже пойти домой со спокойной душой лечь спать мы уже второй раз санки достаем это большое счастье в этом году это просто какое-то волшебное зрелище настоящее природное чудо город окутывается белой зимней сказкой ой как это красиво как классно я иду просто восторгаюсь вы только посмотрите я увидите говорю в какой-то сказке живем это просто что-то невероятное это самый лучший день самый лучший подарок какой красивый снег это нечто невероятное это самое лучшее завершение этого дня и это такая большая ценность потому что ты знаешь что завтра этого уже всего не будет это вот прям вот увидел в окно и надо сразу выходить и наслаждаться может дошли до центра рядом совсем елка я остановилась насладиться опять этой красотой позже мой что за чудо природы так много людей которые не любят всех мне кажется и хуже большинство которые постоянно говорят а снег зачем он нужен боже я не могу я просто в восторге от снега потому что это такая редкость и это так красиво ура мы пришли так елочки какая красота какое волшебство это самое лучшее что я видела этой зимой сыпет как классно снежок не останавливайся красотища верончик сделай ангела сынок ты знаешь как ангела делать папа сейчас покажет руками ногами двигаешь вот и ангела сделал мирон мы пришли на площадь и мы здесь вообще одни никого нет такой кайф мирон все лавки почистил повалялся везде да мирон круто мы радуемся как и мирон вот так вот сегодня такой классный день был скажи же мы и возле костра погрелись и в церкви песни послушали и сейчас еще вот это смотрите мы тут совсем чуть-чуть побыли уже елку начинает засыпать а когда мы пришли этого не было все мы потопали домой хотя этим невозможно насладиться но видите завтра на работу вот хоть чуть-чуть урвали вот такие шикарные воспоминания будут у нас теперь поехали мы домой доброе утро друзья у нас сегодня понедельник ведь и сейчас пойдет на работу витя сейчас пойдет на работу мирончик пойдет садик я останусь дома мне надо смонтировать видео у меня получилось такое большое видео я не забудьте вы посмотреть или нет надеюсь что посмотрите у нас утро начинается с календарей мирон просыпается открывать глаза и сразу говорит мама давай открывать сегодня цифра 4 я думала что тут будет все для тела и все такое мне пока что попадается все для дома опять ароматическая свечка я думала что я для тела заказала будут всякие шампуни бальзамы маски крема здесь все для дома ну ладно буду знать теперь мирончика календарь красивый цвет и что еще оба на ой сосулька палочка вот это вау конфетки наверное да посмотри такое маленькое уютное натуральное печенье в шоколаде из фундука и состав хороший очень натуральный ух ты сливка это наверное в шоколаде нам попались польские конфетки чернослив в шоколаде мирон продвигается в своей картине но у него вы здесь вот лежит сегодня он будет делать вот эти сосульки да мирончик на завтрак у нас сегодня пицца овощная у меня в холодильнике было тесто я на днях его в магазине взяла и накидала все что было томатный соус помидорки черри кукуруза брокколи и консервированные грибочки и лук все пицца готова будем завтракать пиццу съели и пробуем теперь сладости из адвент календаря какая у нас красивая картинка сегодня за окном и это такая редкость снежок лежит немножко но все равно мирончика завтрак с собой копченый тофу виноград груша крекеры банан и пицца мирончик хорошего тебе дня в садике ладно я тебя приду сегодня спасибо ведь я поехал посылки отвезет и миронечка садик закинет ура свобода дома тишина только что достал наш хлебушек на закваске 5 центов ведь я приехал в магазина и привез нам целую кучу макарон 80 центов а где они были в кауфлан где оцените еще овсяное молоко купил сколько это недорого ведь я поехал на работу ему еще к зубному надо заехать а я включила утюг и решила погладить я собралась друзья и вышла пойду за мирончиком садик пойду пешком я тут так затянулась что даже сама себя не слышу у нас небольшой снежок идет но вроде бы еще к вечеру пойдет чуть побольше снег и ночью обещают уже плюсовую температуру так что сейчас вот иду и наслаждаюсь тем что есть ведь я сходил к стоматологу ему сделали капу и он будет ночью одевать капу потому что у него на верхних зубах с внутренней стороны немножко он протирает свои зубы во сне хотя не знаю я в это не могу поверить то что я не слышу чтобы он скрипел зубами хотя бы раз но как-то он это делает и врач сказал лучше ему одевать капу не идти где-то полчаса хорошая прогулочка снежная атмосфера я пришла в садик уже 10 минут 3 через 20 минут садик уже закроется все я забрала мирончика и мы идем на шриби бан пешком он не дойдет то что идти полчаса или 40 минут не буду рисковать мы лучше доедем на шриби бане это мирончика садик вот такая у них площадка возле садика достаточно большая просторно им там гулять у нас сегодня еще большие планы мы собираемся пойти в библиотеку опять в нашу местную и там в три часа кукольный театр пойдем немножко развеемся потому что на улице прохладно хотя я бы гуляла с удовольствием но ребенок может быстро замерзнуть и здорово что библиотека предлагает как хоть какие-то активности какие-то мероприятия мы с удовольствием будем их посещать я здесь ни разу не было не знала как дойти до остановки швебебана мирон меня привел они с садиком ездили в библиотеку на швебике я могу запомнить и на всю неделю один раз он сюда приходил и представляете он все запомнил мирон проголодался открыл свой перекус мы ждем швебик мы с мирончиком присели в кафе у нас еще полчаса есть вот он на библиотеку красивое здание короче мы тут рядом решили булочку скушать мирон голодный уже везде елочки нарядили и в этой булочной тоже мирон решил после этой елочки споткаться булочной елка наряжается булочками взяли чайок с собой и пошли уже библиотеку осталось 10 минут тут даже дверь открыта здесь библиотеке есть книжки на русском языке вот мы с мироном пришли хотим какую-нибудь книжку здесь мы вышли из библиотеки первый раз узнали как тут все функционирует классно взяли книжки с собой да поедем на автобусе сынок у нас уже 10 минут 5 во время возвращаемся домой потихоньку начинает темнеть будем сидеть дома вечер мы взяли с собой книжки пять книжек взяли можно брать сколько угодно книжки даются на 4 недели через четыре недели не принесешь штраф 5 евро там стоит специальный автомат который выдает книжки и который потом принимает очень удобно будем пользоваться теперь мы зажгли уже наши огонечки везде и сейчас будем ужинать на ужин у нас с мирончиком хлебушек жареным тофу с овощами и чай книжки которые взяли с библиотеки решили сразу прочитать что сможем вот эти быстро читаются я мирону прямо на остановке пока мы автобус ждали уже начала эту книжку читать три раза скажите и очень медленно переверни страницу мы с мироном читали книжки ему что-то там нажали на телевизоре и у нас нет звука и в итоге мы перечитали книжки мирон достал все игры поиграл вон он там динозавра даже сделал самого большого который может достать до луны в общем чем мы только не занимались скучно не было сейчас уже 8 часов вечера скоро пойдем спать добрый вечер всем но я здесь какая хорошо спите и пожалуйста натирайте свои обуви все друзья мы с мирончиком уже собираемся идти спать хотела поблагодарить вас за то что вы досмотрели это видео до конца благодарю вас от всей души за вашу поддержку за ваши просмотры спасибо большое за то что вы так сильно откликаетесь и пишите мне комментарии я хочу пожелать вам самые уютные самые счастливые зимы но мы с вами увидимся в новом видео всего вам самого хорошего и доброго пока пока